ума гена тимиранда сиягьян анджина шалакая чакшрум милитамина то смотришь его и на маха говоришь что патчо в бахте бима лого тут махарашке джои что патчо в бахте судхир гасая махашки джои джои что почему бахте не понимал о чаре маха рашки и джои уж на пара махам сопровождаются я его варя что-то расчета щема бахте Субтитры создавал DimaTorzok 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 Все изошло из него Все пришло из него Все создано им И мы созданы им И поэтому мы всецело всегда зависимы от него Но качество душ в этом материальном мире Такое очень простое Это неблагодарность То есть мы принимаем все как должное То есть мы думаем, что вот Нам это пришло и это пришло И вот так Ты же Господь нас создал Ты нас и должен там кормить, поить Все остальное И соответственно вот эта неблагодарность Она потом в конце концов Выражается в оскорблении Почему уводит оскорбление? Потому что мы всячески ищем Что они делают не так И естественным образом мы находим Потому что если кто ищет, кто-то всегда найдет Можно в Господе найти массу-масса Огромное количество недостатков И мы видим по Священным Писаниям Что огромное количество демонов Огромное количество разных личностей Они всячески поносили и оскорбляли Господа И в зависимости от времени В которое являлся Господь Господь по-разному разбирался с этим Господа Кришна Господь Кришна Он в больших случаях Он просто убивал всех Баварама всех убивал Но Господь Читания Он поступал несколько иначе Господь Читания Он очень милостив И есть такая история Об одном оскорбителе О моксе И эта история такая Она очень На самом деле Берет, можно сказать, за душу Насколько Господь милостив История заключается в том Что, может, кто-то не знает Кто-то не читал Не слышал эту историю Она заключалась в том Что Господь Читания Его приглашали различные личности На обед И одной из этих личностей Был Сарабама Батарачари Которого Господь Читания Очень сильно любил Он относился к нему Как к своему покровителю Наставнику Может, даже как к отцу И мы знаем, что Сарабама Батарачари Это воплощение Брехаспати То есть гуру полубогов Это очень удивительная личность Который сначала играл роль Такого гьяни Который все знает Обо всем сведущем И он практиковал Исповедовал философию Майвады Всех обучал философии Майвады И он очень был почитаемый То есть очень авторитетный ученый был И Господь Читания, как мы знаем Он пришел Мы не будем эту историю рассказывать Сейчас он вкратце расскажет Он пришел И в неком таком Философском духовном диспуте Он победил Сарабама Батарачари И тот в конце концов Он признал, что Господь Читания Это верховная личность Бога И с этих пор он Не то, что он пытался Ему из какой-то Он полюбил очень Господь Читания И всячески пытался искренне послужить его И как-то он пришел в Господь Читания И сказал Я хочу, чтобы ты приходил ко мне Целый месяц И я бы кормил тебя Но Господь Читания сказал Такое невозможно Я могу приходить только один раз Я же с Аняси Ну тогда Сарабама Батарачаря сказал Ну давай хотя бы 15 дней В Сарабаму Господь Читания Нет никаких 15 дней Один раз только и все В общем они долго торговались В конце концов Сарабама Батарачаря добился Чтобы Господь Читания Он приходил Пришел к нему пять раз И вот в один из дней Он пришел за Господь Читания И сказал Пойдем Назначили время А не Господь Читания Исполнит там какие-то свои Обязанности И поклонение Господу Джаганата Он собрался И пришел Сарабама Батарачаря И там описывается Какой пиро Рей Кришна Вот И Три килограмма риса Это Три килограмма риса Это Для начала А потом там Были разные приправы То есть там даются Огромные перечисления Там сгущенное молоко Различных Разный сандэш Разные клетки Такое То есть там Такое огромное количество Блюд будет перечислено Что Даже Как говорится Господь Читания Он пришел Он удивился Что там Блюд было больше Чем Обычно Господу Джаганату Предлагают И он Ну Господь Читания Так Пришел Как он много Обрадовался Как много Вы приготовили блюд Для своего Семейного божества То есть И он собрался Отложить Отложить Мне понемножку Всего И как бы Я покушаю Почту просадом Они говорят Нет, нет Ты должен здесь Присесть Прямо здесь Кушать Он говорит Ну это же Сидение Господа Как я могу На это место Присесть Но Сарабама Матарчаря Сказал Нет Это говорит Это просад Господа То есть Ты в полной мере Можешь Насладиться Просадом Господа И тем Где он сидел То есть Он Всячески Развели они Господа В общем Вместе с женой И в общем Господь сел Кушать И он в общем Кушал И А у Сарабама Матарчаря У него был Зять Которого звали Амокха И В конце концов А Сарабама Матарчаря Его никогда не пускал То есть Он всячески Закрывал дверь Там Всячески выгонял Но в какой-то момент времени В общем Произошло так Что Амокха Все-таки Сумел прорваться Туда Как раз тот момент Когда Господь Штания Откушал просадом И когда Амокха Отбежал И увидел Сколько блюд Он увидел Сколько блюд Вокруг Госпочитания Установлено Он Начал Очень сильно Возмущаться Из своей зависти Он сказал Разве это Саньяси Смотрите Сколько он ест Всячески Начал Всячески Поносить Господа Господь Он спокойно Сидел Улыбался Вот И в конце концов Сарабама Матарчаря Выгнала Амокху И Они с женой Очень расстроились Они всячески Кляли себя Вот Зачем нам достался Такой взять И такого Оскорбителя Нужно убить А потом самим Свою жизнь Самоубийством Покончить В общем Они начали Всячески Проклинать себя Но Господь Санья Тоже Всячески Успокаивал Ну На том Они расстались Но Сарабама Матарчаря Он после этого Очень сильно Расстроился И они с женой Объявили пост Они перестали есть Они говорят Если мы не можем Убить такого Оскорбителя Который оскорбляет Господа Вайшнавов То Лучше нам самим Умереть Из голода И в конце концов Закончил Сделать тем Что Амокха Он на следующий день Заболел холерой Такой очень Сложной формы Он слег В общем И Ну Уже умирал В общем И кто-то пришел И сказал Об этом Господу читании Что Амокха Он умирает Взять Сарабама И господь читаний Он сразу же Поспешил к нему И он пришел к нему Положил ему руку На грудь И сказал Амокха Ты Не понимаешь Ты живешь В доме Вайшнава И Твой Зять Сарабама Батарачария Он тебе как отец Он очень любит тебя Не можешь его оскорблять За 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 Свою Зависть И он сказал Просто повторяй Харе Кришна И ты избавишься От всей зависти Отныне Ты должен постоянно повторять И Амокха Он почувствовал Как тепло разлилось По всему его телу Все его оскорбления ушли И он тут же Начал повторять Харе Кришна И как только он начал повторять Харе Кришна Все оскорбления его ушли И он очень радостно Начал петь Танцевать И болезнь его ушла И он понял Кто такой Господь Читания И он склонился перед ним Начал бить себя по щекам И бил до тех пор Пока Щеки его и руки не распухли И он всячески клял себя И Кто-то Не понял Кто-то и слух Гупинат Хачария По-моему Остановил Амокха Сказал Ладно прекрати В общем Господь Читания Он не то что даже Простил его Он даже не обижался на него Он просто Из милости Из-за того что он был в семье Одного из любимых своих преданных Сарабама Батарачария Он таким образом спас его От этих всех оскорблений И с тех пор Амокха Он стал одним из самых таких Чистых преданных Который постоянно поклонялся Господу в своем сердце И когда Господь Читания Он пришел К Сарабама Батарачария Он узнал Что Сарабама Батарачария С своей женой постятся Он пришел к нему Он говорит Сарабама Батарачария Зачем ты обижаешься на Бог Он же тебе как сын Он находится на твоем Иждивении Прости Он Типа сам не ведал Что творил Вот Но Сарабама Батарачария Говорит Нет лучше Или мне умеет Лучше пускай он умрет То есть Ну Такой Бог все равно Злой Но Господь Чистанин В общем уговорил его В нормальном То есть Он Просто На него нашло Типа Поумутнение Он В своем Безумии Так Я хочу Чтоб ты омылся Сейчас Ишел В храм Господа Джаганаты Поклонился И потом Вернулся И принял Просад Ну В общем История тема Кончается Что Они Идут в храм Джаганата Поклоняются Господу Джаганата Потом принимают Просад Вот такая Удивительная история Она В принципе Очень простая Но Она рассказывает О милосердии Господа Насколько Господь Милостив Что он может По разному По разному В своих разных Аватарах Или В своих разных Нисхождениях Разбирается Со всеми демонами Оскорбителями То есть Иногда он убивает их Иногда проливает На них милость Вот Поэтому Мы Мы Родились Такой век Век Кали-юги Когда Все деградирует В этом мире И Мы все грешники И мы Как раз те Кто нуждаемся В милости Потому что В наших Сердцах Живет Это зависть Оскорбление Которые По неведомой нам причине Они Просыпаются В наших сердцах Мы начинаем Критиковать Ващнауф Критиковать Господа Быть недовольными Искать Виноватых Кто Виноват В наших Во всех бедах Конечно Господь Виноват Конечно Гуру Виноват Конечно Старшие Преданные Виноваты Потому что Они не так Ходят Не так Говорят Не так Что-то делают И Естественно Мы таким образом Совершаем Оскорбление И Естественно Образом Мы Подвержены Из-за этого Падения Но Господь Очень милостив И поэтому Как только В нас приходит Такое Умнастроение Оскорбительное Мы должны Молиться Господу Молиться Ващнауф Хранить Сердце Своем Чтобы Господь Он защитил Нас От этого Оскорбительного Умнастроения Вот что Хотелось бы Сказать Это я просто Перед тем Как сегодня На программу шел Немножко Читание Чаритамрита Так открыл Почитал Просто В последнее время Так вдохновляет Чтение Читание Чаритамриты Потому что Читание Чаритамрите Вообще Есть Абсолютно Наверное Любые ситуации Вот из нашей Обыденной жизни Что Просто Допустим Кришна Лила Такая В большей степени Допустим Мы читаем Он мистическим Образом Убирает Наше Греховное Настроение То есть Мы читаем Как Господь Кришна Выбивает Различных Демонов И Мистическим Образом Эти Пороки Из нас Уходят А Хочется Хочется Поделиться Этим А оскорбители Если соприкасаются С этими Лилами То Тоже Оскорбление Постепенно Уходит Из И Из Сердец Потому что Лила Господа Она На то и Лила Господа Что Она Очень Мистически Воздействует Наше сознание Очень Мистически Очищающе Даже Если Говорится Что Если Слушать Читание Черетамри То На Бенгале Без Перевода От Искреннего Вашнава То И Даже Тогда Она Будет Действовать И Даже Если Мы Не Будем Ничего Понимать А Просто Слушать Звук Звук Трансидентную Вибрацию Повествование Повествование О Лилах Господа Читания Даже На непонятном На непонятных Нам языках На Санскрите Или Переводов Мантры Мы Можем Не Знать Каких Слов Но Если Мы Просто Внимательно Искренне Слушаем То Все Пороки Все Оскорбления Они Уходят Из Наших Сердец Харе Кришна У нас Осталось Еще Минут Десять Можно Еще Немного Почитать Так Мы Закончили Читать Вопросы Преданных Тут Новый Вопрос Преданный Махараж Можно ли Задать Еще Один Вопрос Навадвипа Бхава Таранге Шива Бахтинода Такура Описано Деяния Господа Проходившие На различных Островах Навадвипы Когда Шива Бахтинода Пишет О них Становится Ясно Что Он Действительно Созерцал Эти События В то же время Он молит О возможности Увидеть Их Но Ведь Он На самом Деле Их Видел Так Махараж Можно Задать Навадвипа Пхава Таранге Шива Бахтинода Такура Описано Деяние Господа Проходившие На различных Островах Навадвипы Когда Шива Бахтинода Такур Пишет О них Становится Ясно Что Он Действительно Созерцал Эти События В то же В то же Время Его зрение Отличается От нашего Он мог Видеть Внутреннюю Природу Дхамы Дхама Позволяет Нам Видеть Ее Настолько Насколько Глубока Наша Преданность Когда Врач Осматривает Пациента Его Способность Видеть Болезнь Зависит От его Опыта И знаний Мыслитель С развитым Интеллектом Глубже Понимает Мир Чем Обычный Человек Талантливый Политик Может Видеть Скрытые Перспективы Там Где Другие Не Увидят Ничего Да Харе Кришна Бандандалат И Бахты Всем Кого Не Видели Мыслитель С развитым Интеллектом Глубже Понимает Мир Чем Обычный Человек Талантливый Политик Может Видеть Скрытые Перспективы Там Где Другие Не Увидят Ничего Таким Образом Каждый Воспринимает Мир Согласно Своему Уровню Каждый Воспринимает Мир Согласно Своему Уровню Яниша Сарва Будта Нам Тасьям Джагарти Сям Сам Ями Ясям Джагарти Будта Ни Саниша Пашь Я Тому Мне Просветленная Осознавшаяся Душа Бодрствует Когда Все остальные Погружены В сон Когда Другие Живые Существа Пробуждаются Для жизни В мире Эксплуатации Для Просветленной Души Наступает Время Сна Просветленная Душа Бодрствует Когда Все остальные Погружены В сон Когда Другие Живые Существа Пробуждаются Для Жизни В мире Эксплуатации Для Просветленной Души Наступает Время Сна Очень важный Стих Из Багалагида Потому что Преданные Просветленные Души Как Рассматривает Этот Мир То Что Для Большинства Людей Это Некое Поле Деятельности Там Работа Наслаждение Какие-то Выполнение Каких-то Обязанностей То есть Масса Масса Безумных Дел Это Все Сравнимо С Неким Сном И в то же Время Деятельность Мудреца Мудреца Или Осознавшейся Души То есть То чем Она занимается Это Сон Для Других Живых Потому что Души Они не понимают Вообще Чем Занимаются Преданны Обусловленные Души Они не понимают Чем Занимаются Преданны Для них Кажется Это Каким-то Безумием Непонятно Чем Но Ничего Не поделаешь Так Все Устроено Разные Приборы Обладают Разной Способностью Проникновения То Что Видит Микроскоп Недоступно Для Рентгеновских Учей То есть Даже Откровение Приходит Человек В зависимости От Его Внутренней Готовности Кто Заслужил Тому И Слава Маланам Ашанью Нринам Наравараха Стринам Смаро Мурттиман Гопанам Сва Джогсатам Шитти Бхуджам Шастас Сва Петро Шишу Гриттер Ходжа Потер Вират А Ведущим Татвам Парам Йогинам Вришни Параде Ватетти Ведет Орангам Гатаха Сагража Вот царь Кадаши Кришна Веси с братом Бладевой Зашел на арену Для состязаний В борьбе То для борцов Он был словно Удар молнии Для мужчин Лучше среди героев Женщинам Он казался Самим богом Любви Пастушки Видели в нем Близкого друга Порочные цари Правителя мира Порочные цари Правителя мира Мать и отец Любимое дитя Камс Узрел в нем Свою смерть Недовеликие люди Смотрели на него Как на олицетворение Вселенной Для йогов Он был Самой высшей Истиной А в речне Чтили в нем Верховного Господа То есть Все живые Сества Они рассматривают Господа И Духовную реальность В меру Своего Сознания В меру То на каком уровне Мы сами находимся То есть На каком уровне Находится наше восприятие В зависимости от этого От этого Мы воспринимаем И этот мир И божественную реальность То есть Если мы ничего не знаем Мы можем считать Что вообще И божественной реальности Нет Если мы что-то Немножко знаем То мы будем Что-то немножко считать Что это божественная реальность А если мы полностью Погружены в божественную реальность То все вокруг нас Будет божественной реальностью То есть Все зависит от нашего Умонастроения Нашего восприятия Но Шидар Махараш перед этим говорит, что откровение приходит человеку в зависимости от его внутренней готовности Кто заслужил, тому и слава То есть не так, что придет все прямо на халяву Нам кажется, что так как милость беспричинна, вот почему-то она к нам должна прийти обязательно Но мы должны понять, что Бахтина Токур в одном из своих предметов задали вопрос По поводу служения любви, которая приходит из милости И любовь, которая приходит из следования регулирующим принципам То есть ему должно понять, что и Бахтина Токур говорит в этом Я просто не помню, что за произведение Он говорит, там отрывок мне просто прислали Он говорит, что любовь из милости, она приходит очень редко То есть милость это очень-очень редкое явление То есть фактически невозможное То есть по непонятной причине Господь может явить свою милость Вот просто потому, что он захочет Но это очень единичные случаи Вот, скорее внутреннее побуждение, которое рождается в нашем сердце Оно рождается абсолютно в любой душе Потому что в каждой душе живет некая потребность этой любви Вот эта потребность любви, она будет нас вести на поиск И когда душа начинает искренне искать, искренне взывать в этом поиске Она встречает духовного учителя И духовный учитель, видя искреннее желание душе обрести нечто высшее Он дает душе некую духовную практику Дает посвящение И говорит, что действуя определенным образом Соблюдая какие-то регулирующие принципы, правила, предписания Избавляясь от каких-то негативных своих пороков И служа Господу определенным образом В конце концов, эта любовь, она придет в сердце Потому что это естественное предназначение души И естественная цель любить Господа То есть достичь любви к Господу Но это не так, что это приходит потому что на халяву То есть это не то, что оно приходит И даже когда говорится, что любовь приходит по милости Нужно понять, почему она приходит по милости Скорее всего душа в своих прошлых жизнях уже очень-очень много прошла Прошла испытаний, прошла различных подвигов Прошла, там говорится, все эпитемии прошла Все места паломничества обошла То есть очень много чего должно было произойти до этого Поэтому милость, она существует Но она, мы говорим, что она беспричинна Потому что у нее нет причины Но в любом случае В любом случае это не так, что мы будем ничего не делать Эта милость, она вот так вот на нас будет проливаться А мы будем ожидать и потом говорить ей Давай, давай еще Как бы Такого не получится на самом деле Это не в правилах Не в правилах, по которым устроено все здесь вокруг Когда Кришна поднялся на арену Разные люди видели его по-разному Это зависит от способности к внутреннему восприятию Истина открывается в разной степени Согласно уровню сознания Это фундаментальный принцип То есть истина открывается в зависимости от того На каком уровне сознания живое существо находится Вопрос такой практически Нам часто приходится быть в дороге И иногда мы берем с собой джапа мало Четкие, повторяем мантру про себя Правильно ли это? Всюши Тармахараш Да, так можно делать, в этом нет оскорблений Если вы повторяете достаточно громко Окружающим могут заинтересоваться Зачем вы это делаете? Что вам дает повторение этого имени? И вы получите возможность проповеди Но если вы боитесь, что не сможете ясно помочь Та же в духовном поиске Звуковые волны передают энергию источника Благодаря звуку мое сознание изменится И сможет войти в связь с источником этой волны Это, кстати, описывается принцип Принцип, что нужно всегда искать Искать способы проповеди Всюши Тармахараш Он такой прямой способ Берете, заходите в толпу людей Куда-то едете В автобусе Очень хороший способ Но нужна такая определенная вера Всюши Тармахараш Он, естественно, с точки зрения святого Не каждый сможет так Но смысл заключается в том, что мы всегда и везде должны искать способы Иногда нужно идти на какой-то некий Может быть, даже сделать что-то негативное Чтобы люди заинтересовались Чтобы потом было возможность что-то рассказать По-разному Я не советую сделать что-то негативное Просто всегда можно проявить некую творческую энергию Главное, чтобы мысль наша была направлена на то Как мы можем проповедовать Самый простой способ Я помню Ты просто с книгами выходишь на улицу И начинаешь книги предлагать И начинаешь общаться с людьми И постепенно люди вдохновляются На самом деле Это могут делать все Просто сейчас законы определенные Что не всем можно ходить по улицам С книгами распространять Могут посмотреть, как агрессивную проповедь И оштрафовать или еще что-то сделать Поэтому мы всегда ищем способы проповеди В соответствии со временем, местом и обстоятельствами На этом мы сегодня закончим Закончим на такой радостной ноте Что две вещи Это практика и проповедь О которых нам всегда говорил наш Шилу Горудев, Шилу Горудев, Шилу Горудев На этих двух вещах мы будем концентрироваться Все в нашей жизни становится успешным Еще такой момент Санкиртной яги Она состоит из двух частей Прославлять Господа Воспевать Его Святое Имя И вторая часть Раздавать просад Это очень важно Самим не есть ничего Кроме просада И всегда пытаться Людям рассказать о том, что такое просад И поделиться просадом Научиться предлагать Сейчас такое время еще Что время самоизоляции Это время как раз Чтобы каждый дом, каждую квартиру Каждое местонахождение Каждого живого существа превратить в храм Очень хороший способ на самом деле Каждый человек должен дома открыть собственный храм И не то, что дома Он должен в сердце своем открыть Каждый человек должен научиться в душе Поклоняться И поэтому мы должны понять Что это очень благоприятно Тем более пока что у нас есть еще возможность связи Но мы можем допустить такую мысль Что схлопнется интернет Электричество может не быть Что мы там будем делать Поэтому сейчас мы должны Очень набираться знаний Набираться знаний И начать их воплощать в жизнь То есть ежедневно Воспевать Святое Имя Ежедневно Предлагать пищу самостоятельно Учиться каждый должен Учиться предлагать пищу самостоятельно Это не вопрос на самом деле Это какого-то сложного процесса Главное понимать Что мы готовим пищу для Господа Предлагаем эту пищу с любовью для Господа И почитаем эту пищу как просад Как милость Господа То есть раньше всегда молились перед едой люди То есть отче наш читали хотя бы Вот На чем хотелось бы закончить сегодня И Кадыша соблюдать очень просветляет Просветляет мозги Сразу хочется жить в духовной жизни Милость и Кадыша Она очень могущественная Очень огромная Как мы часто говорим Поклонение Тулуси И соблюдение Кадыша Это два процесса Которые очень быстро могут помочь душе Очиститься и Продвигаться по этому пути Харихарая намат Кришна Ядавая намаха Ядавая Мадхавая Кришавая Нумона Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 курки идея всего кришна скверать же киде сад гос вами в риндау на киде сам пошла шините анда пробу киде я пошла шима маха пробу киде ящич и рады кришна глупы гопина чьяма кунда рады кунда гирик вархана киде шутка бахте вигдами наши шинрисим хадев киде бахта пробора прохлада махарадж киде тулусе махарани киде гамбе ему ножики джей гранта раджи мадбхагатам читает англи такие джей и шлашна в раджа сад хоккей и щит че танец раз ват матки идея сюда майпур киде давно в адвит киде бриндаун прошу там хамки идея поводила субхаза джиган хожики я и самая толщина аманды у киде свое это бахта в ринда киде и на амсан киртана киде джей я умеешь на плач его бах тебе мало вадут махарашки идея я лично плачу бахте сухир для своем хорош киде яичного плачу бахте нир мало чарим хорош киде я умеешь на плачу бахте рождаем от кусту махарашки я че читание сразу от матка чарив ринда киде я ищи по отведя роман про буки и я ящего бахте амри махавир махарашки идея щипа бахте ашайдань де махарашки мать и бахте валюта дэви киде джей омвишну патвиш вареньем сила че бахте дан с вами прокопат киде вся слава всем преданам киде джей день памяти на божественном ходе бахте просун бот хайна махараджа киде ящика до шеврата киде и тайгору примананды и его махараджа всем преданам киде ари кришна дорогие преды на это наша вечерняя и карточная программа закончена так что всем спокойной ночи духовной удачной практике правильно выйти из поста завтра в каждом городе есть определенное время там маскира на помощь трех там из пяти утра до девяти вот ну так или иначе харе кришна всем всем дандавада спасибо за внимание до новых встреч в эфире